Ах уж это Карла, как раскомандовалась тут, надо бы напомнить мне, кто здесь капитан корабля. Ой, слушай, ты что-то совсем повесила нос, но у меня реально нет времени на то, чтобы гулять тут с тобой. Капитан? Не против, если я позаимствую мисс аватар на минутку? Нет, это будет как раз к месту. Давай, займи ее. Отлично. Пойдите, пожалуйста, пройдите со мной мисс аватар. Что с фреймрейтом-то? Ну, это превосходно. Я никогда не ожидал увидеть вас снова на этом корабле мисс аватар. Ле. Ты хочешь, чтобы я называл тебя по имени? Отлично. Ну что ж, давай я пойду вперед и соберу всех. Смотрите меня, встретимся снаружи на палубе. Наконец-то мы можем провести эксперимент. Ах уж этот парень. Мои коллеги должны ожидать тебя на палубе. Я должна ожидать тебя здесь. А, просто ожидать. Почему? Ну, видишь, у них запланирована куча всего. Заранее извиняюсь. Что это они там запланировали? Привет. Спасибо, что пришла мисс аватар. В смысле Лея. Привет. Так вот, псевдоробот наконец-то вернулся. Пожалуйста, не называй ее так. Она нормальный человек. У нее есть имя. Лея. Ну, хорошо, Лея. Мои коллеги и я у нас тут немного поспорили по поводу того, как именно ведет себя мгновенная материя, на которой основаны аватары. Конкретно, как она выдерживает воду. Насколько мне известно, мгновенная материя легко испаряется, когда вступает в контакт с водой. Поэтому плавать невозможно с этой технологией. Но он утверждает, что она может выдерживать некоторое количество воды. Да. Лея, например, была совершенно в порядке, когда в прошлый раз начался дождь. Я сам это видел. Ну, может быть, немного дождя и покатит, но давай-ка посмотрим, как она выдержит большее количество воды. Как? Ну, довольно просто. Ну, пожалуйста, встань вот на эту точку. На секундочку. Почему это? Не беспокойся, увидишь. Ну, хорошо, мы готовы. Извини, они уболтали меня на это. Почему? Извинили я. Но, видишь, она не испарилась. Должен признать, я этого не ожидал. Но это было маленькое ведро. Давай-ка попробуем большое. Пожалуйста, один раз, еще один раз. Давай, сделаем это ради науки. Так, второе ведро. А, видишь, она не выдержала это количество. А, вот оно как. Ну, знаешь... Это может быть просто мерой предосторожности в том случае, когда аватар действительно прыгает в воду. Может быть, они могут выдержать больше воды на самом деле. Может быть, но мы не можем это проверить, не так ли? Да, это правда. В любом случае, моя точка зрения в том, что аватары из мгновенной материи слишком хрупки для того, чтобы использовать их для более серьезных применений. Брось, не все применения требуют высокую устойчивость к воде. Ну, а если бы только это? Ты когда-нибудь пытался поднять ее? Что? Нет, я бы никогда не осмелился на это. Ну, да, я так и думал. Вот почему я пригласил кое-кого, чтобы помочь нам. Эй, Изабель, подойди-ка, пожалуйста, на секунду. Привет. Привет. О, кто это? Лея. Привет, Лея. Мне нравятся твои рога. Да, это наш еще один гость на корабле. Так почему ты хотел, чтобы она участвовала? Чтобы показать тебе, насколько легкая мгновенная материя. Изабель, ты не поможешь нам поднять эту юную лидию? М? Я могу это сделать? Конечно можешь. Попокажи нам, какая ты на самом деле сильная. Хорошо. Оп. А, привет. Ух ты. Я такая легкая. Погоди. Ух ты. Я не знал этого. Аватар должен весить где-то 5-10 килограмм максимально. Мгновенная материя очень легкая и хрупкая. Это оборотная сторона того, что ее быстро можно сконструировать. Лея, привет, Лея. Подожди пока. Почему? Лея тяжелеет. Все нормально. Поставь ее на место. Я хочу кинуть ее. Почему? Ну, хорошо. Покажи нам пилу своих мускулов. И вперед. Круто. Как? Снова? Подожди. Видишь? Очень легкая. Низкая сопротивляемость в воде. И, поверь мне, любой удар более-менее серьезный, и она разломается. Ну, хорошо. Я вижу о чем-то. Все-таки мгновенная материя имеет свое применение. И за пределами игр. Не так ли? Подожди. Почему? Ну, разумеется, у нее есть применение. Но она никогда не заменит старую, добрую, старую, добрую машину и архитектуру. Ты не можешь построить дом из мгновенной материи и жить в нем. Он сломается слишком легко. Ага, еще раз. Подожди. Это работает для перекрестка миров тоже, потому что здесь практически все, что есть в игровой зоне, здесь возсозданы из мгновенной материи или вообще виртуальные. Это своего рода парк развлечений, сделанный из пенопласта. Ммм, понятно. Ага. Все, я устала. Лиа, ты здорово бегаешь. Ага. То есть, либо игрок ли в слишком хорошей форме, или аватары не ограничены выносливостью игроков. Последнее. Ты можешь бегать сколько хочешь и не устанешь. В любом случае, спасибо тебе большое за все, Лиа. И извини за воду и бросание. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Я просто хотел показать им, насколько классные эти аватары. Хорошая работа. Ты это действительно показал им. Что, для тебя это действительно было так плохо? Нет. Ну, ладно. Было весело. Я хочу бросить Лею снова. Слушай, дай ей отдохнуть. Ладно. Ну, ладно. Мы увидимся позже. Лея, я смотрю, ты веселишься с командой. Я скоро буду готовить... Я скоро начну готовиться к перемещению тебя обратно в игровую зону. Это займет немножко времени, тем не менее. Это займет немножко времени. Так что было бы неплохо тебе, наверное, разлогиниться на время. Перед этим есть еще кое-что, о чем мы с тобой должны поговорить. Так что, так как ты теперь знаешь правду о себе, ты, наверное, чувствуешь себя очень неуверенно. Не так ли? Особенности касательно твоего будущего. Я не хочу давать тебе никаких ложных надежд. В твоей текущей ситуации... В общем, это проблема. В действительности, реальное, единственное реальное место для эвотаров... В общем, эвотары могут существовать внутри перекрестка миров. В общем, не будет официального разрешения на эвотаров внутри перекрестка миров. И то, это будет работать только до тех пор, пока мы будем скрывать тебя от инстантеймента. Это нечто, что мы должны изменить ли? Это наша... Такова наша цель. Создать настоящее место для эвотаров. Такое, куда ты можешь пойти и не скрывать, кто ты есть на самом деле. Сатоши, он всегда представлял себе такое место. Даже в те прошлые годы. Найти его, это лишь наш первый шаг к этой цели. С его помощью мы можем помочь... Мы можем найти способ достичь этой цели. Они не знают, да, что он умер. А мы знаем из начала игры. Ну что ж, давай закончим на сегодня. Спокойной ночи, Лео. Пока. Остан, почему это случилось? У нее была помощь. И ей кто-то помог. Кто-то влез и взломал окружение, сервер окружения. Это должно было случиться. Но все еще... Но у них были очень маленькие шансы. Даже с этим. Это как тот корабль. Снова. Готан, тебе стоит заканчивать с этими идейками. Игрушками. С этими играми. Понял. Пока, продолжаясь с допросом, мы отстаем. Дима, они лукаса допрашивают. Ну вот. Ужасы моей квартиры. Это должно было случиться. Лео. Лео. Давай убегать. Лео. Лео. Пожалуйста, убегай. Не надо ждать меня. Доброе утро, Лия Привет Я надеюсь, ты хорошо отдохнула Есть новые воспоминания А, вот оно что Ну что ж, я закончил подготовку К перемещению тебя обратно в игровую зону Нам надо использовать телепорт Внизу, в трюме Помнишь, тот, с которого все началось? Карл от тебя там ждет Да, и мне надо сделать еще кое-что Какие приготовления на моей стороне Все такое Ну, я сдвинул локацию опять Ну, зачем? Ну, просто хочу... А, в смысле, что он переехал в другое место Работает Ну, хочу убедиться, что меня никто не найдет Я сделал то же самое после того, как вы, ребята, закончили храм фаеру Именно поэтому мы... Нам пришлось остаться офлайн дольше, чем обычно, помнишь? Три дня до его не было Ну, в любом случае Сейчас Положение менее критическое, тем, как... Поскольку мы выбрались из пустоши вермиллиона С другой стороны Я уверен, у них найдутся способы Отследить нас в официальной точке игры Зоне игры Иначе они не смогли бы вытащить нас из рейда Вот таким вот способом Мне все еще интересно Как в действительности они смогли это сделать? Может быть, они могут читать следы, которые мы оставляем на игровых серверах? Или, может быть, это что-то очень простое Например, кто-то смотрит за нами в игре И следит Ну, пока это все спекуляция Нам надо быть осторожными и следить за нашим окружением, ладно? Угу В любом случае Вперед в портал Так, давай-ка я добавлю для тебя Быстрый переход Отправить себя прямо в портал, где ждет Карла Как? О! Да, это бы помогло в прошлом Когда мы бежали через этот трюм, не так ли? Угу Но, к сожалению, в тот момент у меня не было еще способа вызывать эти порталы Готовы в тот раз Сюрприз Я добавил правильную точку На настоящую телепортизационную точку на корабль Так что теперь ты можешь Ага Возвращаться на... В трюм, когда захочешь Перед Зачем Но лучше не тащить сюда других членов команды Ты единственный игрок, который может войти в это место Угу А, привет Привет Смотри, ты хорошо отдохнула Я так понимаю, что Сергей обсудил с тобой все оставшиеся вещи Угу Ну а пока Давай отправим тебя к другим игрокам Пожалуйста, встань в центре телепорта Все, готово Удачи Пока Ну вот мы и на месте Ты теперь можешь снова путешествовать на все точки, как обычно, в игровой зоне Угу И прямая связь должна снова заработать Стоит сказать привет своим друзьям снова У нас не было весьма... весьма приличное количество времени Да уж Привет Бонжур И внезапно ты вернулась Была что, неделя Молчишь, как всегда Давай, встречаемся в штаб-квартире гильдии Я хочу поговорить с тобой лично Похоже, она разозлилась Почему? Ну, ты исчезла прямо в середине рейда, помнишь? А, точно Ну, в общем, да, надо бы с ней поговорить как можно скорее Ну, поехали Говорим Привет Ольжур Так Что случилось? Все, что я знаю, что ты просто вышла из игры прямо в середине рейда Нам пришлось отменить все И это была такая хорошая попытка А потом тебе не было целую неделю Ну, типа не было Ты все еще была онлайн, но мы не могли связаться с тобой Почему? Это я и сама хочу знать Кто-то сказал мне, что ты, возможно, заблокировала нас от того, чтобы мы связались с тобой А? Нет Тогда что это было? Пожалуйста, ты должна мне рассказать Как? Я не знаю Просто как-нибудь Не знаю, я тебе такого, Калей Я так много вещей о тебе не знаю И я даже не могу нормально спросить тебя Так раздражает Ну, ладно Все, что остается, это просто спрашивать тонну вопросов Почему ты вылетела из рейда? Был это баг? Нет Тогда что? Ты отменила рейд специально? Нет Тогда что еще остается? Ого Лукас? Лео, ты тоже вернулась? Да, она только что Только что показала сегодня Я пытаюсь выяснить, что с ней случилось Да, это будет сложно выяснить с ее Ограничение по причинам, что все забыл Да, я пытаюсь Задавать ей вопросы До тех пор, пока не получу Хорошую Ну, в общем, результат Это звучит сложно Лео, куда это ты пошла? Лео, что? Все в порядке? Ты что делаешь? Лео, что случилось после того, как ты свалилась из рейда? А? Почему? Сокрыблю чего? Что с тобой не так? Почему? Как? Что случилось? Это было совершенно непонятно Я не верю в это Она что, свихнулась или что? Ммм Значит, там был не настоящий Лукас Скорее всего, была его копия Эвотар? Лео? Этот Лукас, он не помнит, что просто случилось Правильно? Почему? Ну, я подозревал нечто подобное Извини, мне надо было с тобой поговорить об этом Этот Лукас, которого ты встретила в Вермиллионе Это, скорее всего, был другой Эвотар Что? И я подозреваю, что это... Ага, что все другие игроки тоже были Эвотарами Ты не хочешь вернуться к ним? Ммм Я понимаю Эта ситуация весьма сложна Но Я уверен, она... Они... Я еще желаю тебе добра Может быть, дай этому немножко времени Я уверен, что мы справимся совсем рано или поздно Так, ну, вообще по плану нам надо идти в Садыгай, не так ли? Это следующая большая зона к северу от заката осени Наша цель все так же достичь сапфировой гриды, не так ли? Угу Угу Мне действительно надо попробовать увеличить твой словарный запас Хотя бы еще немножко будет сложно но я знаю несколько слов которые могут помочь тебе в ситуациях типа этой я займусь этим а ты пока иди разберись садами гай ладно да уж уж делать то что там у нас в садах гай я так понимаю что да сейчас не самое лучшее время чтобы приглашать эмили ну вот мы пришли сады гаи здесь тебе встретиться множество новых врагов но как это не смешно никаких жуков я думаю имели справиться сама извини мне не следовало говорить синий волосый сферомансер что забыл что обещал называть или мы наконец встретились снова ли да точно сферомансер ли я смотрю ты наконец-то достигла садов гай это значит что мы оба теперь овладели холодом и жаром элементами холода и жары другими словами пришло время для сферомансер ли я вызываю тебя на третью дуэль ты принимаешь хорошо ты имею ввиду отлично я буду ждать на открытом поле там внизу опять этот парень только не говори мне что он ждал все это время здесь я смотрю ты приготовилась готова для дуэли да ну хорошо поехали эй а ты опять занимаешься своими делами с этой девочкой джон ты только что ты как раз вовремя чтобы посмотреть на чтобы посмотреть на очередное сражение сферомансеров мы собираемся начать нашу третью дуэль здорово мы же вроде хотели начать исследовать сады гай да сразу после дуэли это не займа слишком много времени ну ладно я посмотрю за стороны тогда кстати ли что это ты сегодня одна вот она как ну что ж давай начнем активировать полу по режим сегодня мы пересекаем все в третий раз оба из нас владеют жарой и холодом и вновь это время для меня а пола провести тебя по правильному пути пути правильного сферомансера пути справедливости да начнется дуэль вон мне завалил все не очень я понимаю почему у меня станет я его нет и и вновь я побежден или он на этот раз я побежден травансер лет и здорово выросла это была хорошая дуэль самом деле пока или с тобой все в порядке одна и не выглядишь такой веселый как по мне она много не говорит не так и да она довольно скромно и ты можешь сказать по полу для меня ты не можешь сказать это да ты что у тебя проблемы с речевым модулем все время почему это до сих пор встречается наши дни жалко как не жать слушай вот у меня тебе идея раз уж ты здесь одна не хочешь побегать по джунглям вместе с нами что почему ты шачем это джор поле просто посмотри на нее она совсем одна тебе разве не жаль и и ну немного ну я не против если она присоединится к нам если ты согласен джор ну отлично что скажешь ли я как насчет попутешествовать вместе с нами хорошо отлично давайте сделаем группу тогда что происходит разве тебе не должно быть весело у нас группа с двумя сфером анселин теперь кстати да хорошая это хорошо подметил два сфера мансера и квадрагард это отличная группа вот видишь так что что зачем займемся дальше посмотрим наша благородная группа только что вступила в сады гаи на самом деле что же нам еще делать кроме как найти человеческое поселение спрятанное в этой в этих на этих просторах поэзин кип башня бэйзин 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 тоже вроде башня да башняная крепость в джунглях это будет наше местное назначение вот оно как ну пошли ли область опасная аржебил вступает на поле боя осторожно она может телепортироваться но не обсуждают врагов вот что случается когда не поливаешь растения не выпрыгивает из горшка и пытаются тебя съесть так город впереди не джунгли да и здоровый город да да гениальность людей преобразовала это окружение для цивилизации жду не дождусь его увидеть подхарки находка по самую мы действительно должны сражаться с маленькими котятами и так их жалко джоэль пусть их внешность тебя не смущает из жестокие оппоненты не наверно просто хотят чтобы их погладили телепортирующиеся растения помню не забывай поливать цветы поля да да я помню я просто забыл это один раз один раз каждый месяц как да я знаю а теперь это вижу да базин кип во всей его красоте поднимается перед нами ну хорошо посмотрим что тут у нас за город тоже нибудь будет пачка побочных крестов тоже нибудь будет пачка побочных крестов вот мы пришли да это большой город базин кип башня базин яркий город джунглях или процветающий город джунглях не знаю место полное возможностей но кое-где здесь чувствуется явный недостаток справедливости которая отделяет богатых от бедных а мне также не нравится дождь да дождь бедняки города в этом беденье этого города страдают от него весь год почему говорят это ответ джунгля на этот железный шрам посреди моря его деревьев ну что теперь так ну сначала нам обязательно необходимо подготовиться ко всем опасностям этих джунглях к счастью мы найдем много прекрасно приготовлено прекрасно сделанного снаряжения на этом рынке и разумеется мы выполним нашу задачу искателей и посетим квестовый хаб к северу что у нас тут добро пожаловать в базинг кип искательница бла 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 место встречи и бюро и бюро для бизнеса и бюро а это добро пожаловать искательница у тебя есть какие то дела к мэру да ты уверен может быть ты хочешь просто пройти по пути древних да а тогда тебе не нужно видеть мэра твоя следующая задача как искатели это посетить храмы на севере от сада у гая все искатели свободны входить в эти пещеры не дополнительного разрешения не требуется также сообщи своим друзьям искателям что им не надо сюда приходить и могут просто идти дальше зачем им в самом деле видеть мэра может нет никаких дел с путем не так ли похоже мэр здесь не очень хочет общаться с искателями ну ладно не вижу лично я пока не вижу в этом никаких проблем ого что это тут пожалуйста успокойтесь шад не успокоится люди отравили великие джунгли мы не допустим этого больше мы блокируем мы заблокируем вход для всех чтобы спасти джунгли это слишком для одного охранника я прошу прощения искательницы но как ты видишь у нас тут проблемы как сформировали стену и блокируют путь к великому крис каю и ему испытаниям включая наш завод они не пропускают никого и похоже они весьма возбуждены я боюсь что до тех пор пока они не прекратят ни один искатель не сможет двигаться дальше вон и ну что я честно говоря даже не знаю что делать что нам нужно это заявление от мэра я так и не получил пока инструкций что касается что делать с этим беспорядком и сканинцы было бы неплохо если ты могла проконсультироваться с мэром хорошо спасибо я попробую постараюсь держать ситуацию здесь под контролем да уж похоже судьба не дает нам достичь хранить пока что ну что ж давайте попробуем связаться с мэром смотрим что он думает по этому поводу ну что ж идем обратно в город да сейчас у нас есть такая штука как телепорт ну я да я догадался что не туда чего чего там было охо шат ой чёрт я хотел посмотреть просто какие там этажи ещё бизнес больше бизнеса серьёзный бизнес так опять она про кого это она про эту птичку давайте посмотрим вы должны послушать меня мистер мэр Салливан опять ты если тебе так хочется поговорить с пожалуйста запишись навстречу у нас тут неотложная ситуация сейчас всё может очень быстро эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ да сэр так ну хорошо что случилось деревня вруда на данный момент атакована с опасными созданиями мы уже потеряли весь север деревни о это так печально слышать но как это относится к нам видите ли шат считают что виноват во всем завод электростанция а вот оно что они всегда так считают я всегда им говорю одно и то же это станция в порядке тут ни при чем мы всегда стараемся мы всегда в общем она оперирует в полном балансе с вашим таким священным путем пожалуйста послушайте вещь ситуация изменилась мы в отчаянии шат начали протестовать перед устроили протесты перед входом в гранд крис кайо они хотят остановить электростанцию и готовы использовать силу вот выше от хотите использовать силу палками и камнями не смешите меня я знаю что вы не сильно нас уважаете но пожалуйста не дайте этому закончится кровавой баней такой у меня выбор вы прекрасно знаете что я сделаю все чтобы что нужно чтобы поддержать функциональность электростанции мы не можем просто ее выключить я прекрасно об этом знаю но что мы можем сделать это помочь нам освободить деревню от этих созданий если вы поможете нам все может снова успокоиться несколько ваших охранников должно хватить для этого выше ваши дикие люди приходят сюда со своими жалкими проблемами а я должен отправлять свою охрану сюда так кстати по поводу всяких раздражителей что здесь сделать это искательница привет я даже не заметил у вас ну что же разве это не прекрасно если вам кто-то нужен для того чтобы помочь со своими созданиями я уверен что вот эта искательница вполне справиться если ты хочешь попасть в храм на севере в твоих же интересах решить эту проблему не так и пожалуйста искательницы нам отчаянно требуется любая помощь я теперь должен решать проблему этого мэра ладно ладно интересно это же не игрок явно или игрок непонятно игровой не ну судя потому что они со мной общаются это наверно все-таки игровые персонажи это все устроено таким образом специально он хорошо спасибо тебе большое отлично ну что ж решено искательница теперь может делать свое дело и все будут довольны я теперь вижу что вы не сильно уважаете искать или тоже моя работа здесь заниматься городом посреди плотным после посреди глухих джунглей у меня нет времени на диких людей и на дикие народы и приключенцев вы двое делаете что хотите чтобы решить ваши проблемы и убедитесь пожалуйста что вы освободите проход к электростанции как можно скорее иначе я стану вашей следующей проблемой а теперь если позволите среди меня снаружи искательницы я расскажу тебе все что знаю мне с меня хватит его заносчивости такая заносчивость этот мэр закупнился в своих проблемах и игнорирует проблемы окружающего мира прямо как этот город в этих джунгах искательница разве тебе не надо помочь некоторым людям в общем это тот редкий случай когда попробую под сократить основной квест потому что он не очень интересный на самом деле на мой взгляд не знаю может потому что это уже ближе к концу игры и как-то здесь в принципе это зона довольно плохо проработана на мой взгляд в общем мы встречаемся с этой шат по имени ктара она рассказывает что плохой и нехороший мэр значит заинтересован только своих делах но не в гармоничных отношениях с шат которые живут значит здесь рядом неподалеку в деревне и шат шат возглавляет бабушка этой ктары она тоже не испытывает особой любви к людям и в частности из-за этого мэра шат все поголовно уверены что все зло в этом мире от электростанции которая вызывает вот этих вот черных кошек значит кошки заполонили там часть деревни где проживают шат никто им не хочет помогать они убеждены что все зло от людей и в общем в этом вся суть конфликта наше участие в этом сводится к тому чтобы влезть в деревню схватить вот это секретный ключик поскольку в саму деревню нас не пускают и воспользоваться знаниями ктары чтобы добыть вот этот секретный открыть вот этот секретный проход залезть внутрь найти главное здание спуститься вниз и найти вот эту вот странную штуку которая оказывается вызывает этих кошек значит дальше идет добавная битва обычно и в процессе мы выясняем что эти шесты называется xrp rr плюс плюс что свидетельство это какой-то ошибки так а и все вот взраил стык а фу я уж подумал что она не выключится ну чтож похоже это было последнее были последний из них справедливость вас рождества вала что это были за штуки да уж действительно неужели это были действительно раз они росли действительно из электростанции до очень совершенно непонятно ну давайте пока вернемся к таре до источник заражения ты действительно это сделала где-то нашла его что это было видишь ли это был под под зданием главы и там какие-то были странные шесты которые вызывали диких кошек это действительно не выглядит как что-то что могли бы сделать люди это священное место для моих людей нам лучше не говорить тем что ты была там ну теперь когда эти дикие кошки внезапно пропали а ну да она говорит а теперь этим типа ну что ж дети кошки теперь действительно внезапно пропали это великолепно давайте пойдем скорее к нашей старейшине и скажем им сообщение новости если она увидит что кошки ушли я уверена что шад успокоится она отдыхает в западной части деревни там есть большое дерево в середине озера да я видел ее уже встретимся там похоже не обязательно было говорить выражение ли говорит а все за мы за себя что ты хочешь дитя что здесь делает человек бабушка я у меня хорошие новости дикие кошки ушли с дикими кошками покончено эти искатели помогли нам избавиться от заражения которая в нашей деревне но действительно да это было совсем так ты работаешь с людьми против моей воли бабушка пожалуйста я хочу просто чтобы между нашими расами был мир я знаю дитя но победить диких кошек это не долгосрочное решение до тех пор пока люди отправляют джунгли наша борьба будет продолжаться все же это великое облегчение что наша деревня была освобождена искательница ты помогла шаг за этому благодарны тебе я желаю тебе был я желаю чтобы твоя доброта была более распространена среди твоего вида я прикажу шат очистить дорогу к священному замку храму но сообщи своим людям если вы будете продолжать отравлять леса и дикие кошки вернуться больше компромиссов не будет я вернусь свой старый дом к таро ты тоже иди со мной надо поговорить спасибо тебе большое искательница я не могу тебе ничего особо дать но у меня есть немножко человеческих кредитов надеюсь что мы немножко увидимся снова пока что похоже меня сейчас будут ругать так да все еще не понятно что это за устройство вызывали кошек так ну что ж мы закончили этот квест справедливость восторжествовала на этот раз будет ли это последний раз когда мы слышим об этих черных монстрах только будущее знает покажет да это было весело очень здорово как ты пытался влезать в эти разговора тебя просто все игнорировали точно я думаю это потому что я наш лидер группы и все персонажи считают что и не ожидают что она ответит в первую очередь в любом случае мы теперь должны а можем войти в храмы на севере наверное достаточно на сегодня поле игры да была хорошая сессия спасибо для за компанию ли и похоже ты тоже немножко успокоилась услышать может мы как-нибудь еще поиграем да будет здорово так будет куда проще поймать тебя для следующей дуэли от спаде дайте девочки отдохнуть поле 1 ладно пока пускай отдыхает ну что ж до следующей встречи с фиромансер я пока привет лен привет я не ожидал такого поворота событий но похоже вы неплохо сработались ну что закончим на сегодня хорошо спокойной ночи ли пока